Всем привет! Казалось бы, мы только что грустили из-за переноса киберпанка, как вдруг объявили грустные новости о Dying Light 2, причём новой даты релиза даже не назвали. Редакция XDelayt очень надеется, что Techland всё-таки выпустит столь ожидаемый и амбициозный сиквел в этом году. Впрочем, сегодня мы поговорим не об этом. Наше видео будет посвящено тому, что бы мы хотели видеть в самой игре. Какие изменения просто необходимы в сиквеле, чтобы стать не просто хорошей игрой, каким был оригинальный Dying Light, а новым польским шедевром. Возможно, таким же, каким был Ведьмак 3 в 2015. Мы выбрали 4 основных момента, которые сильно мешали первой части, и постараемся рассказать о нашем видении решения проблемы. Ну а сначала небольшой дисклеймер. Вся команда XDelayt очень любит Dying Light, и все минусы из видео никаким образом не умаляют качество игры. Она всё равно остаётся одной из лучших видеоигр о зомби в истории. Ну и если мы уж про это заговорили, заглядывайте в наш топ зомби игр по ссылочке в описании. Он всё ещё не потерял актуальности. Так, хватит вступлений, давайте же обсудим, что мы ждём от второго умирающего света. Начнём издалека, с самого незначительного, но очень неприятного момента – с износа оружия. Вполне понятно, зачем такое делают в играх безуровневые RPG-системы. Ведь ничто так не портит удовольствие от длинной игры, как малое разнообразие оружия. Никто не захочет пользоваться на протяжении 30 часов одной пушкой. Ну, если это не автомат с прикрученной к нему цепной пилой, конечно. В первом Dying Light оружие ломалось весьма быстро. Я бы даже сказал лишь на самую малость медленнее, чем в Dead Island, которая и послужила во многом вдохновением для польских разработчиков. В итоге, какое бы крутое оружие мы ни сделали, оно ломалось довольно быстро, и это мы уж не говорим о сыром оружии, которое просто подобрали с земли. Всякие трубы, монтировки и гаечные ключи ломались и вовсе чуть ли не быстрее, чем мы их поднимали с земли. Мы, конечно, утрируем, но тем не менее. Безусловно, в течение игры, благодаря этой механике, игрок перепробует практически весь арсенал и выберет свои любимые виды смертоубийства. Однако немного огорчает, что даже самое крутое оружие в итоге сломается, и тут нужно либо вновь крафтить, либо искать ему замену. Дело в том, что у каждого ножа, мачете, пила бита меча и прочих страшных штук есть ограниченное количество ячеек ремонта. После двух-трех починок она окончательно приходит в негодность. И все. Я так и не понял, почему было решено сделать именно так, ведь уже через половину игры у нас достаточно ресурсов, чтобы постоянно заново крафтить любимые виды оружия. Почему бы не упростить это дело и не дать возможность просто чинить, хотя бы за большую стоимость? Безусловно, механику поломки в сиквеле нужно оставить. Она не только разнообразит геймплей, но и позволяет игре быть банально реалистичней. Например, когда бита ломается после пяти разбитых голов. Но вот с самим запасом прочности и ограничений на ремонт нужно что-то делать. Очень надеюсь, что разработчики услышат мольбы сообщества и сделают небольшие поблажки в этом аспекте. Все мы знаем, что играть с друзьями веселей, и даже не самые удачные игры становятся лучше и интересней. Так как Dying Light была и так хорошей игрой, кооператив на четверых превращал ее в увлекательные забеги по крышам на перегонки с ночными обитателями. В целом нареканий особо даже не было, разве только улучшить сетевой код и особенно поработать над защитой от взлома. За почти полторы сотни часов в игре на консоли я такой проблемы не встречал, а вот за три часа на ПК в битве против живого игрока монстра мы трижды попали на читера с бессмертием. Конечно, это лучше, чем когда тебя банят за игру с жуликом, как было в Dark Souls 3, но все равно приятного мало. Тем более в сиквеле ожидается больше разнообразия сетевых режимов, поэтому крайне важно доработать синхронизацию игроков и правильно отслеживать попадание в хитбокс. Особенно это важно из-за ближнего боя, где очень нужно четкое понимание, попал ты по врагу или нет. Ближний бой тут во главе всего, ведь огнестрел довольно редок и не так универсален. Хотя надо отдать должное Techland, в их игре огнестрельное оружие хотя бы убивает, а то например в Dead Island с ним были большие проблемы. Резюмируя, мы ждем от сетевой игры в первую очередь общего улучшения, без большого количества изменений. Пусть сделают как было, но лучше, и уже за это им можно будет сказать большое спасибо. Ну что ж, все, что мы до этого говорили, было придирками. Поломка оружия раздражает, но играть можно, сетевая игра прошла мимо многих и вовсе не замеченной. Что гораздо важней, это сам игровой мир и его наполнение. Для игр в открытом мире это крайне важно, особенно для игр от первого лица и с такой системой паркура. Давайте будем честны, чаще всего в Dying Light мы развлекали себя сами. Ну или нас пытались развлечь жутко неприятные ночные зомби. Ладно, ночные вылазки тут все же были прекрасные и полны адреналина, но бродить по этому огромному городу днем было далеко не так весело. Побочные задания тоже не приносили особой радости, но из-за крутой механики паркура, неплохой боевой системы и довольно жирных зомби играть было интересно. По большей части пустой открытый мир с довольно однообразной песочницей просто расстраивал. Тем сильнее меня радует то, что разработчики свои просчеты понимали. Креативный директор Techland Тимон Смектала неоднократно в интервью говорил о важности не только и не столько большого мира, как мира лучшего качества, где игроки смогли бы ощутить полное погружение. В первую очередь это касается самого города, который в сиквеле будет ощущаться гораздо более органичным. При этом разные районы будут действительно друг от друга отличаться. Благодаря большому количеству постановки и режиссуры катсцен, даже каких-то совершенно мимоходных, игра уже чувствовалась гораздо более живой. Будет ли так на релизе? Увидим. Польские разработчики однозначно умеют в разнообразии и интересный контент. Если смотреть на Dying Light во время релиза и спустя годы платных и бесплатных обновлений, это почти две разные игры. Я все-таки склонен верить им, что в сиквеле все будет в разы живее и интересней. Если даже не на старте, то спустя пару лет и несколько константных обновлений. Отдельно порадовало смещение фокуса столб обычных зомби на живых противников, которые видимо поумнели. Но опять же, это была лишь демонстрационная демка, поэтому как будет на релизе никто не знает. Если же верить разработчикам, за прошедшие годы зомби стало меньше. Впрочем, оставшиеся стали еще опасней, поэтому соваться внутрь домов днем крайне рискованно. Ведь именно там они и пережидают солнечное время. Живые противники однозначно интригуют. В первой игре они были лишь немного умнее тупых зомби. Поэтому если их научат создавать хотя бы видимость командной работы и обучат паре скриптов, вроде фишек из метро Исход, когда мы могли заставить мародеров сдаться в плен, напугав их яростной атакой, то будет очень круто. И опять же, все мы привыкли, что показанное в роликах на выставках зачастую сильно расходится с реальной игрой. Ну а в данном случае, мне кажется, что Techland не сильно приукрасили настоящую игру. Как минимум они явно рассчитывают на новое поколение консолей, что сразу позволит обрабатывать больше объектов и рассчитывать большее количество действий в мире. Кроме этого, они уже сделали отличные аддоны к первой части, исправившие множество проблем оригинала. Ну что ж, пожалуй, пора поговорить о самой большой проблеме первой части – о сюжете. Диалоги, тексты заметок и сама история были крайне посредственны. Никто особо не требует чего-то глубокого от зомби-игры. Но, знаете, временами хотелось и вовсе разбить себе лицо фейспалмом. И это даже не говоря о финале оригинальной игры. Да, финал. Давайте вспомним его поподробней. Обойдемся без спойлеров, поэтому, если кто не играл, не бойтесь. Последний час или даже два игра готовит нас к крайне сложной битве. Битве, которая станет испытанием всех наших навыков и умений. Вы уже предвкушаете отличный босс-файт, а в итоге нам дают кат-сцену с парой простеньких QTE и показывают титры. Как? Почему? За что? У вас интересная боевка, есть простор для акробатического рана по полосе препятствий. Да, в конце концов, лучше бы дали усложненную вариацию любой ночной вылазки, чем вот это. Причем кат-сцена выдалась тоже не особо зрелищной. При первом прохождении, к концу игры, она меня сильно утомила, и я очень ждал финала, чтобы наконец-то поиграть во что-то еще. Сказать, что конец игры меня разочаровал, это вообще ничего не сказать. Единственная реакция была, и это все? Что, больше ничего не будет? Что, даже мультик не покажете? Конечно, потом вышли дополнения, и история стала получше, как и сама постановка всего и вся. Не говоря уж о финале. Но это было потом, первое же впечатление все-таки испортилось. И тут бы высказать некоторые опасения, смотря на масштабные планы поляков ко второй части. Там и нелинейный сюжет, и изменения локаций, и далеко идущие последствия наших действий с непредсказуемым результатом. Словом, все как в приличных РПГ. Сперва я относился к этому очень настороженно, до тех самых пор, пока не услышал одно имя. Крис Авелон. Этот человек приложил руку к большинству хороших ролевых игр и иммерсив симов. Начиная с классики, вроде Fallout 2 и Planescape Torment, и заканчивая свежими играми, такими как Тирани, отечественная Pathfinder Kinmaker и, вероятно, лучший иммерсив сим, Prey. Блин, да он даже был сценаристом у Ван Бюрен. Что, не знаете, что это за игра? Ну, позор вам, бегите гуглить. Словом, если игра обладала большой вариативностью и хорошим текстом, была высока вероятность того, что он приложил руку к ее созданию. Так вот, в разработке Dying Light он участвует сразу как сценарист и дизайнер. Понимаете, что это значит? Велика вероятность, что именно его участие поможет наложить на уже рабочий каркас из хороших боевок и прекрасного паркура с зомби еще и хороший сценарий с грамотными диалогами и действительно работающей нелинейностью, которая и в самом деле будет влиять на игру и взаимодействие игрока с миром. Нам уже на презентации показывали такие примеры, когда в зависимости от наших поступков менялась целая локация. Мы могли затопить район города, из-за чего доступной становилась другая его часть. Или наоборот, передать власть местной военной группировке, чтобы они контролировали выдачу воды. Ну или вовсе выбрать какой-то третий вариант. Неизвестно, как много таких моментов будет в игре, но даже если их будет всего штук пять на обещанную сотню часов игры, я буду крайне доволен. Тем более, опять же, ребят, Крис Авеллон. Это же значит, что теперь записки можно будет читать, да и с удовольствием. А уж интрига с зараженным главным героем, который все сильнее мутирует в темноте, получая бонусы к передвижению, но при этом становясь все ближе к превращению в монстра, дорогого стоит. К тому же нам сказали, что даже превращение в монстра не будет концом игры. Как это будет реализовано? Какая история стоит за всем этим? Уж очень хочется узнать, что же там такого накрутил Крис на этот раз. Фактически, именно за сюжет можно быть спокойным. Даже если он не станет сверхкрутым, то точно будет как минимум хорошим. А нужно ли больше от зомби-экшена? Безусловно, 2020-й будет очень важным для игровой индустрии. Тут и смена поколений больших консолей, пара сильных эксклюзивов Sony и новый Doom, и две крайне мощные польские игры. Нам будет очень интересно увидеть, как же выступят CD Projekt Red с Киберпанком, но лично мне гораздо важнее узнать, как сильно Techland смогут улучшить свой флагман. Если всё, что они обещают, сбудется, и сама игра всё-таки выйдет в этом году, чем чёрт не шутит, возможно именно она будет номинантом на игру года. Было бы очень забавно, если они смогут обойти The Last of Us 2 хотя бы по количеству эмоций от игры. На этом на сегодня всё. Вы пока не скучаете, на нашем канале ещё много интересных роликов. Поддерживайте наше творчество на сайте Patreon или становитесь спонсорами здесь на YouTube. За это у нас предусматриваются бонусы. Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующий раз!